привет народ с вами варчик подписывайтесь по ссылке в описании на мой второй канал он такой вот стрим канал называется заварчик убежище от страйка поэтому подписывайтесь туда там будут стримчики по ворду танкс вашему любимому и по остальным новым играм также там еще будет завтра проходить большой стрим по ворду танкс на котором в честь 100 подписчиков а там уже их 90 плюс будет разыгран прям танк 8 уровня по ссылке в описании переходите поддержите меня мне сейчас это очень важно так что пожалуйста подпишитесь ну а в этом видео я хочу с вами поговорить на такие вот темы различные что происходит ворду танкс прям кучей навалилось все и голова идет кругом я уже не знаю за что хвататься про какую тему делать видос в при магазин добавили задачи на x5 опыта для любой техники то есть ты покупаешь эту задачу и тебе нужно выполнить задание и ты получишь за бой x5 опыта но понятно что первый бой ты не можешь получить x5 потому что тебе нужно сбить станка x2 или сколько там x какой там сегодня будет ну а потом тебе нужно выиграть бой и попасть в топ-10 по опыту в топ-10 по опыту и победить и тогда будет твой опыт умножаться на 5 и все это добро продается чисто без ничего без всякого мусора на 10 боев x5 на 165 рублей стоит ну и там четыре пакета различной величины самый большой 75 раз x5 1200 рублей разработчики наверное сами понимают что это просто нельзя продавать это жесть и они продают это один день там осталось буквально часов десять после того как я выложу видос останется часов 10 они продавали до этого это задание вместе с остальными какими-нибудь там прям танками либо камуфляжами а сейчас они частяком для всех танков продают это просто жесть под x5 танки качаются просто нереально если вы хороший игрок вы можете по 9000 опыта каждую катку возить ну ладно не каждую от 6 до 9 тысяч за победу с нормальной игрой это конечно просто жестяк и танки будут прокачиваться очень быстро такого нереального кача я никогда не видел это просто капец можно сейчас прокачать буквально все что угодно и причем это стоит не так уж и много когда она включена в какие-нибудь дурацкие остальные пакеты здесь частяком без ничего как в г блин додумались это продавать мне кажется если это какой-то огласки большой раздать то блин люди накупят это просто тоннами это с одной стороны а с другой стороны сейчас уже немного всех подзлобала картошка ну или по крайней мере некоторых людей и сейчас такое продавать это просто капец плюс еще куча скидок на черную пятницу там есть пару интересных предложений которые я озвучил в видосике в другом который недавно был когда уже будут продавать x51 ну катку сыграл десятку выкачал плюс еще в недавно анонсировали видео в котором будут я так понял награждать танком t52 старый который давно вывели это лтшка советская и его будут дарить тем кто давно видимо находится в игре так сказать старичкам как это все будет происходить я не знаю посмотрим и это ностальгию у людей разбудила и люди там немного по ностальгировали посмотрели по ухали по ахали ну окей плюс еще недавно вы выпустили видос про колесные танки и здесь они набрали столько негативных отзывов от игроков и не только от игроков но еще и от вододелов которые в комментариях там такого по написали что не эти колесные танки хотя бы должны призадуматься а стоит ли реально их выпускать такого они давно наверное не получали это последний раз было на рубиконе и даже сейчас некоторые выпускают видосы и называют это колесик он рубикон и как только это можно не назвать но это просто капец не хотят люди реально не хотят очень много очень большое количество не хотят видеть колесные ветки танков у себя в игре здесь world of tanks это не нравится очень большому количеству людей и они прям требуют чтобы занялись основными проблемами пока я не вижу то бы разработчики на это реагировали и это печально и все это происходит на фоне остальных каких-то таких неприятных вещей в игре world of tanks плюс я еще сегодня пытался постримить на своем новом канале этот замечательный world of tanks я просто полтора часа находясь в игре я не смог просто поиграть в игру я вроде бы в ней находился но это в принципе все я просто мне находился и после этого еще мои зрители заходили некоторые писали что сегодня они тоже не смогли нормально поиграть в танки ты вроде бы заходишь в игру нажимаешь в бой никаких лагов нету багов нету все вроде нормально играется но содержание бою такое отвратительное что ты просто ну не поиграл в игру ты в ней потыкал в бой а все и все эти события вместе как-то просто негативно складываются и просто какое-то фу и вот так вот подумал о всех тех вещах которые происходят сейчас world of tanks такое ощущение что сейчас вообще ничего не контролируется все как-то хаотично куча каких-то акций в сбрасывается какие-то в прем-магазине штуки продаются которые вообще просто жесть пытается что-то выпуститься в world of tanks то что нафиг никому не надо столько негатива и какие-то вообще события не связанные куча всякого какая-то бредятина просто капец водомесом даже тоже уже не нравится они начинают негативно отзываться про все это дело такое ощущение что сейчас картошка вообще не контролируется и все происходит хаотично плюс еще несколько там каких-то топовых директоров варьеминга там или менеджеров создали какую-то свою компанию ушли и там создают свою игру какую-то вообще такое ощущение что там все сейчас рассыпется и взорвется к фигам по крайней мере такое ощущение что просто какой-то хаос происходит хоть на фоне мы посмотрели какой-то хороший интересный прикольный бой и я понял наконец-то для чего в этой игре вбр для того чтобы и 6 стрелял в неуязвимую зону в толстую и не пробивая все-таки когда-нибудь начал пробивать ну и такие врагов блин и надо еще поискать с вами был варчик играйте красиво не забудьте подписаться на второй канал всем пока